Следующие символы в арабском языке — танвин-фатха, танвин-кясра и танвин-дамма. Словарное значение слова «танвин» — это прибавить «нун» к окончанию, то есть в конце слова стоит буква «нун». А теперь давайте разъясним танвин. Если над огласовкой «фэтха» мы ставим еще одну «фэтха», то это называется танвин-фатха. В мягких буквах арабского алфавита мы произносим ее «эн». В твердых буквах мы произносим «ан». Например, буква «б» и символ танвин-фатха. Танвин-фатха над ней в этом случае превращает ее в «бэн». Танвин над буквой «син» мы произносим «сэн». А с твердыми буквами мы произносим не «эн», а «ан». Например, буква «сад». Если над буквой «сад» стоит танвин-фатха, то мы произносим «сан». То есть буква «сад» из твердых букв, поэтому она произносится как «сан». Если танвин-фатха над буквой «ва», мы произносим «ван» и так далее. Следующий знак арабского алфавита – танвин-касра. Она пишется над буквами и дает звук «ин» с мягкими буквами и «ын» с твердыми буквами. Танвин-касра пишется под буквой вот в такой форме. То есть какая-либо буква и под ней две кясра. Это называется танвин-касра. Возьмем букву «б» и поставим знак танвин-касра под буквой «б». Мы произносим «бин». Если мы возьмем букву «сад», которая является твердой, и поставим танвин-касра под ней, мы произносим «сын». Следующий знак называется танвин-дамма. Он пишется над буквами и дает звук «ун» как с мягкими, так и с твердыми буквами. Обозначается он двумя даммами рядом. Возьмем, к примеру, букву «б» со знаком танвин-дамма. Она будет читаться «бун». Другой пример с буквой «сад» будет читаться «сун». А теперь давайте прочитаем все 28 букв арабского алфавита «станвин-фэтха», «тенвин-касра» и «тенвин-дамма». Знак, который вы видите, это «тамарбута», которая является другой формой буквы «т». «тенвин-фэтха» и «тхун», 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 « Сан, Син, Сун Шан, Шин, Шун Сан, Син, Сун Дан, Дин, Дун Тан, Тин, Тун Дан, Дин, Дун Дан, Дин, Дун Дан, Дин, Дун Сан, Син, Сун Дан, Дин, Дун 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 Отмечу, что в большинстве случаев при написании Тен Вин Фатха принимает знак Алиф. Но сам Алиф в этом случае не читается. Если вы посмотрите на этот пример, то увидите букву Син, знак Тен Вин Фатха над ней, и затем буква Алиф. Алиф здесь не читается, а произносится лишь Сэн. А теперь давайте попробуем прочитать символ Тен Вин Фатха, Тен Вин Кесра и Тен Вин Дамма в арабских словах. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как я отметил ранее, Тенвин Фетха, кроме случаев с Тенмербута, со всеми другими буквами пишется с буквой Алиф в конце слова и дает звук Н с мягкими и Ан с твердыми буквами. А теперь давайте попробуем прочитать знак Шадбас Тенвин Фетха, Тенвин Кесра и Тенвин Дамма. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok